Семинар развития межведомственного взаимодействия по предупреждению насилия в семье – это своего рода толчок к совершенствованию законодательства Республики Беларусь по предотвращению домашнего насилия. Ведь в нашей стране пока нет отдельного закона, регулирующего эту проблему. Международные документы, применяемые на территории Беларуси, имеют лишь декларативный характер. Поэтому нормы Уголовного кодекса и Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях начинают действовать только по факту случившегося. Даже несмотря на то, что в Беларуси насилию в той или иной форме подвергаются члены каждой пятой семьи. Такие семинары полезны. Во-первых, потому что люди здесь между собой общаются, знакомятся, налаживаются определенные контакты. И гораздо проще решать какие-то служебные проблемы, когда ты непосредственно человека знаешь, когда ты знаешь непосредственно куда обратиться, к кому позвонить. Потому что все мы прекрасно понимаем, что проблема насилия в семье – это не проблема какого-то одного ведомства. Это, безусловно, проблема государственная и проблема, которую нужно решать именно межведомственным взаимодействием. В нашей стране от насилия страдают в основном женщины, преимущественно от 27 до 40 лет. Чаще всего они подвергаются физическому и психологическому давлению, чуть реже – экономическому и сексуальному. Но есть и те женщины, которые страдают от некогда любимого человека сразу по нескольким пунктам. Не может не беспокоить и тот факт, что заложниками домашних ссор становятся дети. Наша страна только начинает работу в этом направлении. Например, сегодня уже есть первый опыт в кризисных комнатах, которые оказывают помощь пострадавшим от домашнего насилия. Там уже есть расселение, живут женщины с детьми, которые стали жертвами домашнего насилия, которые находятся в этих кризисных комнатах как во временном убежище. Это очень ценный национальный опыт. Когда в семье появляется трещина и разлад – это не просто проблема. Это трагедия для каждого члена семьи в отдельности и для общества в целом. Именно поэтому вопрос закрытого плана носит такой выявленный характер и выносится на всеобщий суд.